Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни» и сегодня пятница, 27 декабря. О событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения и я, Кристина Мелехова. И прямо сейчас коротко о главных темах выпуска. Жертва гололёда. И где Бийчанка получила серьёзную травму головы? Сразу 28 художников представили свои работы. В выставочном зале открылась экспозиция «Шестой этаж». Обновили спортивное снаряжение. Бийские рукопашники выиграли муниципальный грант. Итак, мы начинаем. Снежный рекорд побит. Количество осадков, выпавших в Бийске за трое суток, в 10 раз превысило декадную норму. В результате город занесён снегом. Спецмашины скорой помощи и мусоровозы не всегда имеют возможность проехать во дворы. Общественный транспорт выбивается из графика. Уже на вторые сутки Бурана стало ясно, что ситуация выходит из-под контроля. И сегодня в ночь на борьбу со снегом муниципалитет привлёк всю имеющуюся в Бийске стороннюю технику. Даже со строительных площадок. Подобными кадрами пестрят все бийские соцсети. Люди буквально на руках выносят свои машины из снежных завалов. Накануне днём на улицах города работали 22 спецмашины дорожников. В ночь с 26 на 27 декабря уже 30 единиц техники. Снегопад прекратился только сегодня утром. И по заверениям администрации, сегодня же вечером начнётся массовый вывоз снега. Однако надо понимать, что в первую очередь дорожниками будут очищены центральные улицы и проезды в посёлки. Когда из снежного плена будет освобождён частный сектор, неизвестно. Плачевно выглядят и стоянки возле крупных торговых центров. И это при том, что в последние выходные перед празднованием Нового года уже завтра туда устремятся тысячи бичан за покупками. Так что говорить о стабилизации снежной обстановки в Бийске ещё рано. У нас единственная проблема – это от магазинов плохо очищаются территории около магазинов и дворовые территории. Но что хочется сказать, по дворовым территориям выданы были предписания управляющим компаниям ТСЖ. Но так как техника вся задействована на город, управляющая компания ТСЖ запланирована на выходные дни ввозить снег и очищать дворовые территории. Упал, очнулся гипс. На дорогах, тротуарах и даже у собственных подъездов бичане ломают руки и ноги, получают серьёзные травмы головы и позвоночника. Из-за снегопада и гололёда в больнице Бийска ежедневно обращаются более 50 пострадавших. Подробности далее в сюжете. Здесь покатая место. И вот здесь всё льдом. Это из года в год лёд. Татьяна Сергеевна – жертва гололёда. Женщина выходила из дома, поскользнулась и ударилась головой о ледяную ступеньку. В результате – сотрясение. Наложено два шва. Сейчас она часто находится в предоборочном состоянии. Как следствие, не может нормально передвигаться и говорить. Сознание теряло или нет, я не помню. Я только помню, что видела, ко мне бежали люди, которые шли на работу. Меня поднимали, всё в крови. И посадили на лавочку. Меня ждал человек, который должен по работе приехать. Он меня отвез в травму. После падения Бийчанка обратила свою управляющую компанию, сотрудники которой отвечают за придомовую территорию. Но там не дают конкретных объяснений и во всём винят непогоду. А между тем, в больнице Бийска поступает всё больше пострадавших. Около 50 человек в сутки проходят через травмпункты. Чаще всего Бийчане получают вывихи и переломы. Врачи советуют быть осторожнее и по возможности воздержаться от прогулок. Травмы абсолютно различные. Это как переломы и ушибы, вывихи, конечностей, так и более серьёзные травмы. То есть это переломы позвоночника, сотрясение головного мозга, которые в дальнейшем требуют стационарного лечения. Сегодня Бийск похож на сплошной каток, присыпанный снегом. Обязанность по расчистке дворовых территорий и уж тем более подъездов лежит на управляющих организациях. И в случае получения травмы человек имеет полное право обратиться в суд с иском на управляющую компанию либо на дорожную службу, если повреждения получены за пределами двора. За компенсацией стоимости лекарств медицинского обслуживания Бийчанка Татьяна Симонова намерена обратиться в суд. Марина Докучаева, Сергей Даровских, «Будни». Наводнение, пожар или ДТП. Спасатели всегда готовы прийти на помощь. Сегодня сотрудники и ветераны службы МЧС России отмечают свой профессиональный праздник. Водитель пожарной машины Евгений Бортников сегодня был награждён почётной грамотой и памятными часами за самоотверженность, проявленную при спасении людей на пожаре на улице Васильева. Напомним, возгорание произошло в начале декабря. В тот день у Евгения был выходной, и он находился в гостях. Почувствовав запах гари, мужчина быстро сориентировался и начал выводить из задымлённого подъезда людей. Добавим, что сегодня в Бийске МЧС представлено шестью подразделениями, в которых служат около 300 сотрудников. 27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. В преддверии праздника хотелось бы поздравить действующий личный состав, ветеранов службы МЧС с наступающим праздником, пожелать действующим спокойных суток ветеранам крепкого сибирского здоровья, сухих рукавов, как у нас было принято говорить. В эфире информационная программа «Будни». Мы продолжаем. Смотрите далее в выпуске. Сразу 28 художников представили свои работы. В выставочном зале открылась экспозиция «Шестой этаж». Обновили спортивное снаряжение. Бийские рукопашники выиграли муниципальный грант. В «Мебель Вилли» новогодние скидки на всю мебель до 60%. А кто подарок принес, тот и Дед Мороз. «Мебель Вилли». Гипермаркет низких цен «Маяк» на Васильево 85, свинина охлажденная 159,90, колбаса сырокопченая оригинальная 334,90, а еще тысячи товаров по низким ценам. Когда заветная мечта становится целью, нужна надежная опора. КПК «Зенит» дает такую возможность. Разместите свои сбережения под 11,7% годовых. Воплощайте мечты и добивайтесь целей. КПК «Зенит» приумножит, сохранит. Объединим память ради детей и внуков. Наш долг, чтобы в день 75-й годовщины Великой Победы имена наших ветеранов прозвучали в эфире бийского телевидения и навсегда сохранились в архивах сайта bivork.ru. Бийская медиагруппа продолжает масштабный медиапроект «Книга бийской славы и галереи героев». Присылайте фотографии и рассказы о своих фронтовиках и тружениках тыла. Дополнительная информация на сайте bivork.ru в разделе «Галерея героев» или по телефону 313507. Итак, мы продолжаем. Полицейский Дед Мороз пришел в гости к воспитанникам детского дома. Накануне ребятам, которые оказались в непростой ситуации, сотрудники правоохранительных органов подарили большой праздник и много сюрпризов. Смотрите внимательно. Сверху ничего нет. Снизу ничего нет. А если мы скажем раз, два, три... Это как? Вы на саму шоке? Акция МВД «Полицейский Дед Мороз» проводится ежегодно. В ней участвуют абсолютно все подразделения бийской полиции. Сотрудники правоохранительных органов дарят новогоднее настроение детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Так, в детском доме для воспитанников была организована яркая развлекательная программа. Почти час фокусник удивлял детей. Равнодушных в зале не было. Кроме того, ребята получили в подарок канцелярские наборы, сладости и игрушки. Добавим, что акция «Полицейский Дед Мороз» продлится до середины января. Стражи правопорядка в эти предпраздничные дни посетят детей из неблагополучных семей, состоящих на учете органов внутренних дел, чтобы и им подарить частичку новогоднего настроения. Оп! Бейчанам предлагают посетить шестой этаж. В выставочном зале работает новая экспозиция. Интересные и многоплановые картины представили сразу 28 художников. Тематика. Ну, в основном, как ни странно, вы знаете, вот всегда у нас это пейзаж, да, местные художники – это пейзаж. А вот здесь тематика разноплановая. Это не только пейзаж, да, но это портреты, это жанровые картины, то есть тематические картины. Кстати, декоративная живопись. Вот Людмила Беляева представила две декоративные работы, которые действительно вот мне даже вот поразили умением декоративно сочетать вот эти цвета со вкусом и грамотно. Своё название выставка получила из-за места расположения творческих мастерских художников. Они находятся на шестом этаже. В экспозиции приняли участие 28 человек. Это уже известные в крае мастера кисти. Такие, как Юрий Бралгин, Заур Ибрагимов, Людмила Иванова, Павел Коробейников. И молодые таланты – Екатерина Чуй, Евгения Антонова, Анна Подсохина и другие. Это говорит о том, что у более маститых художников появляется смена. Отметим, что выставка получилась многоплановой. Здесь представлены все виды творчества. Это живопись, графика, фотография и даже скульптура. Добавим, что посетить экспозицию «Шестой этаж» можно до 19 января. И к новостям спорта. Армейский рукопашный бой на страже Отечества. Бийский спортивный клуб «Эфа» выиграл муниципальный грант в сфере молодежной политики. На полученные средства организация приобрела две груши-неваляшки, необходимые для развития ударной техники бойцов. Все подробности у Алены Кисеевой. Эти мальчишки уже сейчас ловко наносят удары. За годы тренировок они будут все больше оттачивать свое мастерство. В этом им помогут наставники, трудолюбие и желание добиваться поставленных целей. Способствовать развитию физической формы также будет и новое снаряжение, которое спортивный клуб «Эфа» выиграл в муниципальном конкурсе грантов. На сумму 25 тысяч рублей были куплены две груши-неваляшки. Еще две организация приобрела на собственные средства. Грант связан со спортом, с молодежью, с подрастающей, допризывной молодежью. И, конечно, привязан к патриотике. Потому что армейский рукопашный бой – это то направление, которое было создано в вооруженных силах российской армии, в воздушно-тесанных войсках. Ребята подготавливали себя физически, психологически, духовно, для того, чтобы служить в армии, защищать наше отечество. Они это прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, для чего и зачем они занимаются у нас. Потому что они настоящие мужчины у нас. Новое снаряжение очень удобно для развития ударной техники. Можно использовать круговую систему движения вокруг груши. Задействованы как руки спортсменов, так и ноги. То есть идет комплексная работа. Сама груша, она шевелится, чем она дает направление своему напарнику, который с этой грушей работает, двигаться не стоит. Потому что она может отвалиться назад, пойти. Ему в этот момент нужно будет смещаться от этой груши. То, что она заставляет его двигаться. Груша, которая, например, вешается вдоль стеночек, она не дает такой возможности подвижности. Подняли грушу. Подняли. Еще данное снаряжение легко переносить из одного места в другое. С такой грушей могут управиться два человека. О том, что спорт инвентарь очень удобен, говорят и юные рукопашники. По ним очень удобно отрабатывать ударную технику. Новые груши сделаны из приятной ткани и мягче, чем остальные. Мне кажется, что эти груши развивают нашу ударную технику. Ударную технику ног. Они помогают для стойки. По ним удобно отрабатывать, они мягкие. Сейчас в Бийском спортивном клубе ЭФА есть четыре груши-неваляшки. А цель – приобрести их восемь штук. Потому что тогда работать на таком снаряжении сможет полностью вся группа. Стоп! Остановились! Алена Кисеева, Сергей Доровских. Будни. Сомкнули ряд. В Приобском микрорайоне появился свой маяк. Новый гипермаркет открылся на улице Васильева. Многие бийчане уже успели оценить масштабы ассортимента и комфортную обстановку нового маяка. Далее о том, какие сюрпризы приготовил открывшийся гипермаркет для своих покупателей. Внимание! Уйти быстро и без покупок из нового гипермаркета «Маяк» не получится. Здесь есть все необходимое и всего много. Консервация для праздничного ужина, охлажденное мясо, которое порубят при вас и для вас. Колбасы и мясные деликатесы, кондитерские изделия и напитки. Приятно удивлен ценами. Большая парковка, большой ассортимент. Комфортные широкие проходы между торговыми рядами легко обеспечивают передвижение покупателей с тележками. Кроме тысячи наименований продуктов, маяк предлагает широкий выбор товаров первой необходимости. Гипермаркет низких цен маяк – это доступные цены на продукты питания и товары первой необходимости. Поставки напрямую позволяют нам устанавливать по-настоящему низкие цены. Итак, движемся по улице Васильева в сторону промзоны и по указателю маяк поворачиваем влево. Место для парковки искать не придется. К услугам покупателей вместительная и удобная стоянка. Маяк зовет вас и ждет за покупками. И настало время рассказать о погоде. Спонсор прогноза – ювелирный дом «Золото России». «Золото России» – нам лучше быть вместе. Ювелирный дом «Золото России» объявляет распродажу коллекций прошлых сезонов со скидкой 50%. Ювелирный дом «Золото России». Улица Васильева, 46. Итак, завтра, 28 декабря, в Бийске будет ясно. Ветер северо-восточный и слабый, сменяющийся восточным. Атмосферное давление и влажность воздуха очень высокие. Магнитное поле Земли спокойное. И о температуре. Ночью – минус 23, минус 25, днем – минус 19, минус 21 градус. И это все новости на сегодня. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Бийск мой город», на ютюбе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bivork.ru. Счастливо! Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok